Всем привет, с вами Филитек и в наших видео вы можете часто услышать про выхлоп, еще раз выхлоп и еще раз выхлоп. Но сегодня мы поговорим с вами не о выхлопе, а о том, благодаря чему у нас получается такой звук, как мы добиваемся такой эстетики в трубах и тратим гораздо меньше времени, чем остальные компании, и при этом нисколько не теряя качества, а именно об оборудовании, о нашем инструменте и о всем прочем. И первый выпуск будет посвящен самому главному, что у нас есть, наверное, помимо сотрудников и нашего босса, это трубогиб. Вообще инструмент это очень важная тема, особенно в сфере автосервисов, и тем более такой узкой специализации, как выхлопные системы. В нашей специализации, в выхлопных системах, огромный спектр вообще оборудования, инструментов, которые мы используем. И если мы о них будем рассказывать, вы что-то узнаете новенькое, мы для себя поймем, вообще нравится вам это или нет. И вообще пишите в комментариях, как вам такой формат, нужно ли вам рассказывать про наше оборудование, аппаратуру, а у нас ее очень много и она очень интересная. И сейчас мы подходим к нашему нижнему боксу, где у нас находится один трубогиб, бездорновый трубогиб. Погнали! Конечно же, давайте не забывать про альтернативный вариант, а именно гнуть гибы, точнее делать гибы из кусочков металла, из кусочков трубы, и сваривать их аргоном или там полуавтоматом, так называемый лобстер стайл. Выглядит, возможно, красиво, но все эти красивые шовчики очень быстро потеряют свой вид и превратятся во что-то убогое и некрасивое. Поэтому делаем следующий вывод, что если вы занимаетесь выхлопными системами, то просто обязаны иметь хотя бы бездорновый трубогиб. Сейчас он у нас здесь стоит, мы им когда-то пользовались. И это довольно хороший вариант, если есть такая возможность, конечно, приобретайте. И сейчас мы про него немножечко поговорим. Бездорновый трубогиб у нас это фирма BenPak. Он гнет трубы до 65 диаметра, но гнет их не совсем эстетично. Но если вы набьете внутренности трубы песком, то получите вполне себе удовлетворительный результат. Стоит такой аппарат на сегодняшний момент около миллиона рублей. Так что, пожалуйста, покупайте. Конечно же, идеальный вариант, который есть у нас, это дорновый трубогиб компании Trans Fluid. Аппарат гнет трубы до 76 диаметра любой величины. Он может согнуть всю выхлопную систему от начала и до конца без единого швата. С ним работать намного легче, быстрее и проще, потому что здесь просто забивается угол, вставляется труба. Если нужно, меняется оснастка и гнется нужный нам угол. Чем компания Trans Fluid очень крута, что один из генеральных директоров, немец, прилетел к нам в Москву и рассказал нам, как работать с этим трубогибом. Он помог в более детальной настройке, подсказал, что нужно заменить, что лучше не заменять, что оставить так, как есть. Мы взяли у него небольшое интервью, я с ним поговорил, и сейчас вы лично услышите об этом трубогибе, о нашей компании и вообще о его пребывании в России, конкретно в городе Москва. Меня зовут Герд Нюкер. В 1988 году я основал фирму Trans Fluid и до нынешнего года был генеральным директором. С этого года я решил отойти от дирекции и стал техническим специалистом, работая в продажах. В России таких станков в сфере выхлопных систем не существует. Такие станки существуют в частных компаниях, которые занимаются выхлопными системами, например, в Европе или в США, где все изготавливается индивидуально под заказ. Но в России таких станков в этой индустрии нет. Так что фирма Filetec это уже само по себе что-то специфичное. Специфична она тем, что здесь выполняются любые требования заказчика. Например, приходит заказчик и говорит, я хочу из двух труб иметь четыре. Хочу, чтобы моя машина была самой громкой, и чтобы из глушителя был определенный звук. Этим-то и отличается Filetec, что выполняет практически любые требования заказчика. Я вижу, что когда отсюда выезжает машина, то она выглядит и звучит лучше. Уже 40 лет я занимаюсь формовкой и обработкой труб. Много езжу по заказчикам, и, соответственно, без каких-либо советов в поисках оптимальных решений именно для заказчика не обходится. Здесь стоит узкая задача, но сложная. Выхлопные системы. Но, тем не менее, я всегда пытаюсь сделать так, чтобы после моего отъезда станок гнул и формовал трубы на высшем уровне. И за это не было стыдно. Если кто-то заглянет под автомобиль и увидит выхлопную систему, это должно быть красиво. Я знаю, что у вас тоже есть Porsche. Сейчас я не знаю, где он находится и вообще будет ли он в России когда-нибудь. К сожалению, мой автомобиль сюда не приедет. Это мое хобби. Я его собирал, и у многих людей в Германии, в основном у мужчин, есть страсть к автомобилям. И, естественно, машина – это дело вкуса каждого человека. Будь то Porsche или BMW. Но вот сюда приезжают хорошие машины. Но уезжают еще лучше. А мой Porsche – это старая машина. Я собрал ее как в оригинале, и нельзя менять конструкцию. В Германии есть такое правило. 30-летняя машина становится исторической ценностью, и за нее уже не нужно платить налоги. Но это должна быть реально оригинальная машина. И все такие машины проверяются независимой оценочной комиссией. Вы приехали в Россию, чтобы проверить состояние станков, их качество, как они обслуживаются, как они работают. Или же из-за того, что вы любите Россию. Тут как бы нужно понять. Да, Россия мне нравится. Но прежде всего я приезжаю ради заказчика, потому что это приоритетнее всего. И, в общем-то, не важно, в какой стране и где этот заказчик находится. На российском рынке фирма Transfluid интенсивно работает уже год, так что я теперь чаще бываю в Москве. И так как мы хотим продавать станки и иметь хорошую репутацию, наши заказчики должны быть довольны. И если Filitec будет доволен нашим станком, то наша репутация будет уже лучше. Я считаю, что данный аппарат, в общем-то, старый. Но учитывая то, что выходит из него, это очень хорошо. И все это благодаря тому, что сотрудники, которые работают с этим станком, аккуратны и высоко мотивированы. С этими сотрудниками приятно работать и хочется приезжать еще больше. Уж очень хорошее впечатление остается после работы с такими людьми. Нам-то очень приятно. Еще раз огромное спасибо, что приехали к нам. Мы ждем вас в гости. Вот, правда, каждый день мы всегда рады. Но это правда, это гостеприимно. Если вы к нам еще как-нибудь обязательно приедете, мы вас вот с такими распростертыми объятиями встретим. И с удовольствием услышим что-нибудь еще интересненькое и новенькое о Трансфлюиде, об этом трубогибе. И вообще о всевозможных других аппаратах, которые выпускает данная компания. Большое вам спасибо. Спасибо. Но хотелось добавить, что дело не в стране. Дело в людях. Огромное спасибо мы хотим выразить компании Трансфлюиде за то, что они вот так приезжают, вот так рассказывают и показывают. Все очень доходчиво, потому что такой информации в интернете нигде не найти. Ссылки на компанию мы оставим в описании. Также они есть не только в Германии, но еще есть офис в России. Также контактные номера и прочую информацию оставим в описании. Они очень крутые. Какой из этого всего можно сделать вывод? Конечно же, иметь трубогиб это очень-очень круто. Но если у вас есть какие-то другие выходы, подвязочки, завязочки, то почему бы и нет? Ну а с вами был Филитек. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте оставлять в комментариях, интересно ли вам вот про такое смотреть и слушать. И хорошей вам жизни вообще. Всем еще раз спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok